Добрый день! В эфире Вести Ульяновского региона в студии Антон Никитин. Смотрите выпуски. Поддержка предпринимательства на всех уровнях. Развитие малого и среднего бизнеса в регионе – наш материал. Скоро очереди в детсады станут историей. В Ульяновской области выполняют майские указы президента. Возвращение святыни. Спустя десятилетие Тихвинская икона вернулась в Барышевскую епархию. Сегодня Русская Православная Церковь отмечает один из главных праздников, который заложил основы общественного и духовного развития России. 28 июля в нашей стране отмечается День Крещения Руси. Это историческое событие определило судьбу нашей Родины и позволило выбрать свой неповторимый путь. В Ульяновске сегодня в 17 часов в Сибирской епархии проведет крещение горожан на территории Старого Свиярского пляжа. Начало регистрации в 16.00. Обряд крещения проводится бесплатно. Для детей установят помост с купелью. Событие приурочено к тысячелетию представления святого благоверного князя Владимира. Планируется, что в обряде примет участие митрополит Симирский и новоспасский Анастасий. Напомню, в прошлом году массовое крещение ульяновцев в Свияге впервые провел митрополит Феофан. Тогда христианскую веру приняли более тысячи человек одновременно. Спустя долгие десятилетия жители села Акшуат, что в Барышской епархии, обрели главную свою святыню – старинную тихвинскую икону Божьей Матери. В безбожные годы, когда в селе ломали церковь, благочестивые миряне спасли ее от уничтожения. Долгое время прятали ее от большевиков. И вот настал тот день, когда стало возможным, чтобы образ, которому минимум 100 лет, на радость Акшуатцев вернулся домой. Мы считаем, что она еще в первой церкви Акшуатской была. Хотя нет достоверных свидетельств, потому что эта икона, конечно, требует сейчас детального изучения. Но то, что она была все время во второй церкви, которая была построена в начале прошлого века, где-то в 1903 году, это вот точно уже. И это была престольная икона, одна из главных икон и одна из почитаемых икон нашей церкви. Вера Петровна Фомина – одна из тех людей, кто более или менее знает историю старинной тихвинской иконы Божьей Матери. Коренная жительница села Акшуат, она занимается изучением истории своей малой родины. Тем более человек, посорковленный и всячески старающийся возродить духовность своего села. Для нее факт возвращения святыни очень важен. Я считаю, что это как полковое знамя. Есть знамя, есть полк. Есть престольная икона, значит, есть престол, есть церковь. Должен быть храм, для нее должен быть дом настоящий. Поэтому то, что село мечтает о строительстве, строит храм своими силами, это все, наверное, с Божьей помощью, с помощью этой иконы. Еще совсем недавно в Акшуате не было церкви. Не так давно жители создали храм в бывшем бараке. Облагородили его и сделали ремонт. В священном начале Барышской епархии прислалось сюда одного из самых проворных и молодых священников – протеиерея Алексея Никонова. Кстати, все эти факты и послужили причинами возвращения иконы на родину, которые до этого времени сначала прятали от большевиков по чердакам и подвалам, а потом передали в соседнее село Заречное, где уже был построен храм. Приход от села Заречное передает вам целости, сохранности, образ Пресвятого Богородица. Рассмотрю, хорошо выбрали место, сразу входишь и образ бросается в глаза. Праздничную литургию по случаю возвращения иконы возглавил благочинный второго округа барышской епархии архимандрит Андриан. Пусть это и не его округ, но сам батюшка родом из этих мест. Я же очень рад, что сюда пришла наконец-то Божья Матерь, которая особо почиталась в нашем селе с древних времен, потому что церковь, которая не стала, эта церковь уже вторая. Здесь сегодня мы собрались уже в Третьей Церкви. Здесь старинная икона будет находиться временно. По соседству с действующим храмом уже заложили фундамент нового и большого. И многие надеются, что с Божьей помощью его скоро построят. Молитесь каждый день. Просто пусть люди приходят. Пусть храм будет всегда открыт. Пусть люди приходят, сами миряне, читают Акафист. Батюшка не может каждый день. Читайте Акафист, читайте молитвы перед иконой. Со слезами просите Пресвятую Деву Богородице в помощи. И все будет. Вот посмотрите, будет молитва, на будущий год уже будут стены. Будет молитва. Если молитва не будет, стены не поставятся. А с помощью Пресвятой Богородицы все будет, братья и сестры. Васил Фимева, Вести Ульяновск, из Барышевского района. Мы уже не раз рассказывали о том, что в Ульяновской области делается для того, чтобы сократить, а впоследствии и ликвидировать очереди в детские сады. Ведется строительство новых учреждений в рамках программы модернизации школьного образования. На эти цели выделено около 150 миллионов рублей. За исполнением майского указа президента лично следит губернатор Сергей Морозов. Фундамент заложен. Все основные работы по сетям завершены. Сегодня кирпичная кладка. Все идет по графику. А уже в декабре этого года новый детский сад гостеприимно распахнет двери для репетишек. По графику производства работ подрядчик сентябрем месяцем выполняет все работы по благоустройству. И мы в сентябре месяце должны увидеть уже полностью коробку здания. На сегодня здесь обеспечены людские ресурсы, материальные ресурсы. И тот подрядчик, который выполняет работу, не вызывает у нас сомнений. Да и сам подрядчик уверяет, что трудностей при строительстве никаких не возникает. Есть все необходимое. И человеческий ресурс, и должное финансирование. У нас никаких проблем пока нет. Представители администрации города Барыша. Все это решаем какие-то вопросы, если они возникают. Но в общем пока стабильно. По графику мы выдерживаем. Сдача конец года. Я думаю, к этому времени должно быть все как бы нормально. Уже сейчас в Барышском районе более 92% детей получают услуги дошкольного образования. Открытие этого детсада позволит охватить все 100%. Причем отвечать он будет всем самым современным требованиям и принимать каждый день до 280 детей. И уже сейчас местные жители возлагают на новострой большие надежды. Очень хочется, чтобы маленький пошел в этот садик. То есть будет бассейн, будет много разных мероприятий в этом садике. Охота с маленьким тоже идти сюда на рабочее место, чтобы дали мне здесь рабочее место. В разных районах области сейчас идет строительство крупных социальных объектов. В частности, одновременно возводятся два детсада. В новом микрорайоне Запад-2 и в Демитровграде. Продолжается строительство перинатального центра в Ульяновске. И уже подготовлены техзадания для подрядчиков по строительству Дома культуры в Инсе, реабилитационного центра в Языково и областного архива. Антон Никитин, Элла Шахова, Борис Живолдов. Вести. Ульяновск. Кстати, в Ульяновской области к началу учебного года установят максимальный размер оплаты посещения детского сада. Соответствующие законопроекты готовит региональное министерство образования и науки. Стоит отметить, что до настоящего времени расчет норматива присмотра и ухода за детьми и установление самой родительской платы, исходя из уровня цен на продукты питания и санитарно-гигиенические средства на конкретной территории, были полномочиями муниципалитета. Новый документ позволит установить максимальную планку для каждого муниципального образования, чтобы избежать неоправданно завышенных сумм. По словам руководителя профильного ведомства Екатерины Убы, максимально возможный размер платы не превысит самый высокий по региону в настоящее время. Ульяновские государственные технические университеты и региональное управление Федеральной службы исполнения наказания подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь заключенные, отбывающие наказание в колониях, расположенных в Ульяновской области, смогут получить высшее техническое образование. По словам ректора УЛГТУ Александра Пенкова, возможности вуза, а речь идет в первую очередь об электронных программах, используемых в дистанционных формах обучения, позволяют получить профессию практически по всем специальностям, которые преподают в университете. Не опираясь на гражданское общество, решить проблему ресоциализации, трудоустройства осужденного и возврата к законопослушному образу жизни невозможно. Поэтому только по этой причине мы сегодня с Александром Петровичем приняли решение о подписании этого соглашения. Я думаю, что с каждым годом вот это взаимодействие будет наращиваться и в будущем, видя положительный опыт, который уже выйдет в скором будущем, я думаю, что осужденные потянутся для получения высшего образования. Несмотря на, соответственно, определенные требования и специфику участия. Воспользоваться подписанным соглашением смогут и сотрудники управления. Получить второе высшее образование, которым можно будет воспользоваться после окончания службы, станет проще. У любого офицера в жизни наступает момент, когда он заканчивает военную службу, а возраст позволяет еще десятки лет вести активную гражданскую жизнь. И я думаю, что вот этот диплом о высшем образовании будет серьезным направлением, вот, чтобы люди могли найти для себя интересные и новые направления в своей работе. За прошедшие сутки госавтоинспекторы зарегистрировали 36 ДТП. Один человек погиб, семь получили различные травмы. Сотрудниками ГИБДД выявлено более 4,5 тысяч нарушений правил дорожного движения. Подробнее расскажет Наталья Сабанова. 27 июля в 6 часов 30 минут на 41-м километре автодороги Солдатская отошла Кузоватова-Новоспасская, Кузоватовского района Ульяновской области. По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги. Не справился с управлением и совершил съезд и опрокидывание автомобиля в кювет. В результате ДТП пассажир автомобиля, женщина 56 лет, от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Пассажиры автомобиля, мужчины 56 и 57 года рождения, госпитализированы. В Ульяновской области создан благоприятный бизнес-климат. Это нашло подтверждение и в ходе недавнего экономического форума в Санкт-Петербурге. Так было озвучено, что в рейтинге инвестиционной привлекательности наш регион занимает пятое место. А президент Владимир Путин назвал Ульяновскую область одной из лучших по этому показателю. При этом в регионе активно поддерживают и большой, и малый бизнес, в том числе и в сельских районах. В каждом из муниципалитетов созданы центры поддержки предпринимательства. В частности, речь идет о консультационной помощи и даже предоставлении услуг юристов и бухгалтеров начинающим предпринимателям. Нужна поддержка с момента создания таких предприятий, а и дальнейшее сопровождение бухгалтерское, юридическое, потому что на первых порах они испытывают потребности в опытном бухгалтере, юристе, а не имеют возможности содержать в штате такого сотрудника. И, пользуясь услугами центра предпринимательства, они эти услуги получают. Юлия Кудряшова из села Верхняя Якушка – одна из тех, кто активно пользуется услугами районного центра предпринимательства. Предприятие, которым она руководит, существует с 2011 года. Здесь производят картонную упаковку для предприятий Ульяновской области и Тольятти. В настоящее время в цехе только одна производственная линия, но в планах расширение производства и приведение в порядок прилегающей территории. А для этого будет необходимо обратиться за помощью. С района получили мы грант. Благодаря этому гранту мы приобрели новую линию. Начинали со старых. Закупали старое оборудование бэушное. Региональные власти заинтересованы в поддержке подобных предприятий и разрабатывают меры, благодаря которым сокращаются административные барьеры при решении вопросов развития бизнеса. По инициативе губернатора для развития малого и среднего бизнеса создаются особо комфортные условия, предусматривающие всестороннюю поддержку. «Земский доктор» – так называется программа, которая реализуется с 2012 года по инициативе президента России Владимира Путина. И благодаря ей за три года в районе Ульяновской области трудоустроены 152 врача. В 2015 году на условиях софинансирования из регионального и федерального бюджетов на поддержку молодых сельских медиков Ульяновской области выделено 60 миллионов рублей. Пять врачей уже получили выплаты. Основной же поток специалистов, как отметил заместитель председателя правительства, министр здравоохранения Павел Дегтярь, ожидается традиционно осенью. В этом году запланировано трудоустроить в сельские учреждения здравоохранения 60 докторов. Напомним, в рамках форума «Здоровье» глава региона Сергей Морозов выдвинул инициативу о создании областной программы «Земский фельдшер». Молодые специалисты со средним медицинским образованием будут получать определенную финансовую поддержку в случае трудоустройства в сельской местности. Напомним, сейчас в регионе помимо выплат в рамках программы «Земский доктор» предусмотрено ежемесячное денежное поощрение в размере тысячи рублей молодым специалистам, трудоустроившимся в сельские учреждения. За работу в селе выплачивается компенсация. Также предусмотрены единовременные социальные выплаты на покупку жилья, приобретаемого в ипотеку, в размере 50% от суммы первоначального взноса, но не более 150 тысяч рублей. В каждом муниципальном образовании области разработаны дополнительные меры социальной поддержки медицинских работников, в том числе и компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. А в народном календаре сегодня, 28 июля, день Владимира Красное Солнышко. Считается, что в этот день солнце красное всегда светит, припекает. А вот какая погода ждет ульяновцев на этой неделе, расскажет Наталья Александрова. В территории нашей области находится под влиянием теплого сектора североатлантического циклона. Ожидается теплая погода без осадков, с дневным прогревом 26-30 градусов. В последующем дневной прогрев усилится, и столбики термометра могут подняться до плюс 32 градусов. Во второй половине недели с приближением холодного фронта атлантического циклона неустойчивость в атмосфере усилится, и ожидается местами кратковременной дожди с грозами при порывистом юго-западном ветре. Из-за плотной облачности температура в дневные часы несколько понизится, плюс 25-29 градусов. Ночные температуры плюс 14, плюс 19. На этом у нас вся информация к этому часу. В следующий раз мы выйдем в эфир в 17 часов 10 минут. Далее вас ждет информация о нынешнем состоянии тропосферы в регионе. Ну а я желаю вам всего самого доброго. Сейчас в Ульяновске плюс 26 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 30%. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Продолжение следует...